Работы по восстановлению на освобожденных территориях будут выполнены в соответствии с концепцией «Умный город, умное село». На первом этапе проект будет реализован в трех селах Зангеландского района. В его реализации примут участие турецкие, итальянские, израильские и китайские компании. Тема продолжена с председателем комиссии по инновациям и цифровым технологиям Конфедерации предпринимателей Азербайджана Эльчином Алиевым. Он у нас на прямой связи. Здравствуйте, Эльчин Алиев. Здравствуйте. Как по-вашему, почему же все-таки так необходимо развивать и применять концепцию «Умного города», «Умного села» и какие возможности это открывает? Ну, во-первых, я хочу сказать, что, понимаете, сейчас в современном мире развитие городов, развитие регионов, стран, очень интересную роль является такая теория кластерного подхода в развитии городов, сел. Особенно это касается региона Карабах, оккупированного, который был под оккупацией и освобожденного от оккупации. И практически с нуля нужно построить модель, которая была бы приемлема не только для того, чтобы просто люди там жили, а это должна быть устойчивая экономическая модель, где люди бы жили, развивались бы и процветали бы. И нужно показать всему миру, как эта модель функционирует и показать, что это цветущий прекрасный регион и как там все это налажено. И вот этот кластерный подход, как раз анализ, это вот как раз определенные работы в этом научном направлении доклады есть в мире. У меня недавно был тоже доклад на эту тему, кластерное развитие, кластерный подход в освоении территории. И вот идея, которую господин президент решил применить к освоению этих территорий, идея вот умного города, умной деревни, это как раз та изюминка, которая позволит построить не просто как бы с новыми технологиями деревню, город, а построить систему, которая бы для многих целей показывала бы вот эффективное и управление, эффективное проживание, эффективный бизнес и эффективная жизнь. И реально на сегодняшний день вы правильно отметили, что это идет пилотный проект, и впереди пилотный проект села Зангеландского района, это село Агалы и другие села. Вы правильно сказали, что там есть, нужно учитывать зарубежный опыт передовой компании, итальских, итальянских и других компаний. Какой опыт как раз-таки можно перенять у европейских стран? Я тут как раз хотел сказать, тут наряду с этим опытом, тут нужно, конечно, использовать опыт азербайджанских компаний, безусловно, тоже. И азербайджанские компании, вот я как руководитель комиссии по инновациям и цифровым технологиям, хочу сказать, что понимаете, как азербайджанские компании, они знакомы с опытом, которые есть в построении умных городов в мире, и могут некие элементы внутренние, которые позволят устойчивое развитие этого умного города, деревни, она обеспечить. Ну, я приведу такой простой пример. Вы говорите, вот какой подход можно использовать. Вот посмотрите, наша задача какая? Нужно вынужденные переселенцы, должны вернуться в то же село, которое мы говорим, умное село, и что нужно сделать, чтобы там этот проект был успешным? Безусловно, у них должна быть такая же инфраструктура, как в городе, то есть практически коннективность, интернет, цифровые технологии, там это должны быть, это для самого жителя. Второй момент, это те предприятия, которые будут внутри этого села, внутри этого города, они должны быть построены на эффективной основе, с использованием новых технологий, чтобы повысить эффективность, чтобы это предприятие через 2-3 года, оно устойчиво развивалось. Ведь суть в чем, что житель, который там будет проживать, он должен не просто жить, он должен работать, он должен получать зарплату, обеспечивать свою жизнедеятельность, и плюс также он оплачивает все вот эти муниципальные расходы. Для этого он должен жить хорошо, он должен, именно поэтому нужно использовать вот эти умные технологии для организации бизнеса, для экономного обеспечения энергии, для управления, в том числе получения сервисов государственных. И в этом случае мы будем говорить о том, что модель успешная будет умного города, умной деревни будет реализована. То есть при проектировании умного города, умной деревни нужно обязательно, не просто это дома, которые там будут стоять, а нужно и бизнесы, которые будут выстраиваться, они тоже должны быть заранее просчитаны, должна быть просчитана экономическая модель, как это все будет дальше функционировать, и во краю угла, конечно, становятся новые технологии. И вот этот смарт, эта умность, это основной конек, который будет обеспечивать развитие вот этих освобожденных территорий и регионов. Безусловно, там будет в основе стоять эта умная деревня, будет стоять умный гражданин, умный житель этого деревни. И тут нужно будет, конечно, работать, обеспечивать соответствующие тренинги, соответствующую умную школу, умная поликлиника. И вот для этого как раз предстоит необходимо сделать единую концепцию. И хорошо, господин президент, эту концепцию поручил Министерству транспорта, связи, высоких технологий, потому что, понимаете, как можно одну деревню построить, можно построить вторую деревню, но должна быть единая концепция, в рамках которой должно будет это строительство происходить. Причем мы знаем, что сейчас интенсивно идет строительство и дорог, и железная дорога, и энергетика. Сами город, сельское хозяйство. И вот в этом вопросе очень важна координация. Поэтому для того, чтобы это все обеспечить, нужно понять, вообще говоря, что такое умный город. И эти концепции в реализации первой деревни, второй деревни должны быть эффективно использованы. Поэтому, господин президент, к этому вопросу относятся очень осторожно. Мы сейчас ожидаем к ноябрю месяцу реализацию первого проекта. Определенные наработки при реализации эти будут использованы и для создания самой концепции. То есть у нас нет времени сейчас, что сделаем концепцию в течение трех месяцев, пяти месяцев, потом начнем строить умный деревню. Это должно происходить в процессе. То есть мы практически строим и строим концепцию, и обязательно в эту концепцию должны быть привлечены, еще раз я скажу, наряду с зарубежными компаниями, должны быть привлечены местные компании. Местные компании готовы выступать с инициативой инвестиций в построение умного села. При этом экономическая модель очень важная. Вот смотрите, нужно сделать так, чтобы управление селом после того, как оно было построено, не было осуществлено по старой модели. Тут нужно использовать принцип государственного частного партнерства, PPP. То есть в управлении можно привлекать, и нужно привлекать частные компании, нужно привлекать частные инвестиции. Например, в селе будет строиться завод, например, сыроваренная фабрика. Нужно ставить вопрос о возможности привлечения инвестиций со стороны бизнеса. Может быть, не только со стороны Азербайджана, а со стороны бизнеса мирового. Это позволит формировать интерес к региону, позволит заранее гарантировать определенные заказы с места источника инвестирования. И даст, конечно, высокую производительность. Безусловно, высокую производительность. И особо модель, я скажу, немножко хочу сослать на работу, которую я делал по классному развитию. Наше освоение карабахской территории идет... Есть две модели. Это либеральная модель или дореджистивная. Дореджистивная – это когда роль ридера важна. Мы идем по пути дореджистивной модели. То есть роль президента, роль управления государства очень большая. И в этом смысле это позволит нам частично обеспечить также государственный заказ, частично обеспечить координацию проектов и в итоге обеспечить успешную реализацию проектов в целом по всему региону Нагорного Карабаха, по всему Карабахскому региону. Будем надеяться, что все наши освобожденные земли, они уже станут районами высокотехнологичного развития. Спасибо вам огромное за интервью. А я напомню, мы говорили с председателем комиссии по инновациям и цифровым технологиям Конфедерации предпринимателей Азербайджана Эльчином Алиевым.